Трасса 101 Доброго пути! В эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Вперед! В следующий вторник, 12 ноября, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за повторное управление авто в нетрезвом виде. Речь идет о лишении свободы сроком до двух лет, либо штрафе до 200 тысяч рублей, либо обязательных работах до 480 часов. Вдобавок суд сможет запретить пьянице занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение максимум трех лет. Кроме того, поправки отменяют возможность примирения сторон в случае ДТП с погибшими. Еще одна инициатива касается процедур досмотра авто и отстранения водителя от управления. Они будут проводиться без понятых, если осуществляется видеосъемка. Наш слушатель Иван, который был лишен водительского удостоверения на полтора года летом 2012, интересуется, придется ли ему сдавать теоретический экзамен после окончания срока лишения, ответит начальник экзаменационного отделения областной ГИБДД Юрий Бусыгин. Такая норма предусмотрена, но в настоящее время ее действие приостановлено до подписания постановления правительства Российской Федерации, устанавливающего порядок пересдачи данного вида экзаменов. То есть после принятия необходимо лицам, лишенным право управления, будет сдать теоретическую часть экзамена, предоставить действующую медицинскую справку. После успешной сдачи экзамена будет происходить возврат водительского удостоверения. Но в какие сроки это будет введено в силу, пока неизвестно. Если у вас есть вопросы сотрудникам госавтоинспекции, юристу или другим специалистам, звоните в нашу редакцию 708-502. Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к ГИБДД с просьбой не штрафовать стоящих в пробках автомобилистов за пользование мобильным телефоном. По словам парламентария, цитирую, «Когда нет движения или машина еле движется, может быть крайне необходимо направить СМС, чтобы перенести встречу, сдать билеты и так далее». Такая мысль осенила депутата после того, как стало известно, что МВД планирует научить дорожные камеры фиксировать любые манипуляции с мобильником за рулем, в том числе набор текстовых сообщений, игры, просмотр фото и так далее. Увы, ни один водитель не застрахован от опасных ситуаций на дороге. Порой даже очень опасных. Продолжит депутат областного законсобрания Владислав Гукасов. Я ехал с командировки на своей машине с Екатеринбурга. Подъезжал к Белой Холунице. И дорога немножко подтаяла. Получился лед, каша снежная. И машина закрутилась. Закрутилась, и я вылетел. Пролетел буквально метров, наверное, 10. Приземлился в снег. Доставали очень долго, двумя тросами. Слава богу, остановились две газели. Ну, разбил всю морду на машине. Очухался, все, пришел в себя. И потом, буквально проехав метров 20 или 30, я увидал чистокол. Рубили елки. И вот если я вот дальше еще прилетел бы, допустим, и вылетел бы в таком же направлении, и упал бы прямо на чистокол, была пробита бы и машина, и я в том числе вместе с ней. И я приехал, я крещеный, но крестик не носил. Бегом побежал в церковь и купил крестик. С этого момента я не расстаюсь с крестиком, хожу в крестный ход. Бог меня, слава богу, спас. Прощаюсь до завтра. Будьте осторожны. Трасса 101.